Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Итак, мы продолжаем эфир про войну. Война в Израиле идет. Война продолжается. С нами сейчас Григорий Тамар, историк, писатель, офицер армии обороны Израиля в отставке. Григорий, привет. Добрый вечер. Да, здравствуйте, добрый вечер. На севере идет прощупывание со стороны Хизбалы наших позиций. Израиль отвечает очень сдержанно. Давайте напомним, что с начала войны погибло 10 израильских граждан, как военнослужащих, так и цивильных. Ну и несколько десятков боевиков Хизбалы и других террористических организаций, которые дислоцируются на территории Ливана. Также напомним нашим зрителям, что было уничтожено несколько аэропортов на территории Сирии израильским и ВВС. Но вот этот вот фронт северный пока что он тлеет на медленном окне, так можно сказать. Хотя израильские власти, как говорится, на одни грабли в два раза стараются не наступать. И поэтому некоторые поселения, населенные пункты эвакуируются, которые не поселятся вдоль забора, находятся для того, чтобы избежать подобное развитие событий, как вот было на юге. Внезапный прорыв террористов, ну, то есть, чтобы снять эту возможность общественной войск. Теперь, при этом, при всем идет концентрация войск на севере. Достаточно впечатляющая группировка. Я не буду называть ее численность, но много десятков. Достаточно сказать, что в Израиле призвано, если не ошибаюсь, 320 тысяч резервистов. Это вообще рекордная сумма, количество. Я слышал цифру 360 тысяч. Может быть, 360. И тут интересный момент. Пошла такая путаница. Был такой вопрос, что более полумиллиона. Но в итоге эта цифра не подтвердилась. И я потом понял, откуда такое разночтение цифр. Дело в том, что у нас регулярная армия, порядка чуть меньше 150 тысяч человек. И вот это высчитывалось, калькулировали люди, резервисты. То есть регулярно получалось более полумиллиона. Но это не резервисты, это всего. А вот резервистов, по моим данным, 360 тысяч призвано. Что является рекордным числом призыва резервистов вообще в истории войн за неделю. Это было сделано. Каковы, Григорий, каковы шансы, что все-таки на севере, вот ты сказал, что там тлеет все, да? А у кого в руках вот это вот апахало, которое этот огонь разжигает? И как он с этим апахалом будет себя вести дальше? Эта апахало находится в руках Ирана. Но как это ни странно может показаться, вот вырисовывает ситуация последние дни, при котором я, например, вот даю следующую оценку, что Хизбалла при всей своей, вот, так сказать, зависимости от Ирана не хочет оказаться в активной фазе противостояния против израильской армии. Это не в интересах Хизбаллы, по ряду политических, тактических обстоятельств. И вот ее там подталкивает Иран всеми возможными способами, а она пытается вот не втянуться и ограничиться вот этими вот действиями. То есть как бы показать, что они тоже принимают участие, они тоже защищают братьев своих, но защищают-то как бы в полсилы, а то и в четверть. Да, да, совершенно верно, потому что складывается такая динамика развития этого конфликта, что сейчас четко вот понятно в Хизбале, что ответ Израиля будет сокрушительный. И даже если Израиль не предпримет против Хизбалы наземную операцию, действия с воздуха будут очень полезными не только для Хизбалы, но и для Ливана в целом. А учитывая тот факт, что по сути ливанское государство парализовано, как структура общественная, общественно-политическая, и Хизбалла в большой степени заполнила вот этот факт, и вольно или невольно несет ответственность за происходящее в Ливане, видимо, они хотят постараться избежать вот этой ситуации, что государство, на котором они паразитируют, на котором они вот как паразиты укрепились, будет просто уничтожена вот эта вот питательная следа в виде инфраструктур Ливана, потому что понятно, что они будут в катастрофическом состоянии после израильского ответа. Но американцы пообещали, что если Хизбалла впишется, то вот эти корабли, которые стоят у израильских берегов, они тоже примут участие. Ну, в этом не будет необходимости. Это скорее такой красный свет в отношении Ирана и, может быть, некоторых других государств крупных, которые так или иначе хотят получить свои дивиденды от этого конкурса. Переместимся на юг. Значит, сегодня у нас в стране был Байден, вчера был Шольц, сегодня Байден. В связи с этим парализовано все движение, все торчали в пробках. Байден сказал, ну, во-первых, он сказал, что Соединенные Штаты с Израилем. Он сказал, а, кстати, по поводу вот этой истории, мы сейчас, может, отдельно поговорим с попаданием ракеты в больницу. Байден встретился с родственниками похищенных, и Байден улетел. Что теперь? То есть правильно ли говорят, что ждали визита Байдена и до его визита не начинали наземную операцию, и что теперь как бы все пути открыты? Ну, вот я пообщался сегодня с компетентными людьми, так сложился у меня сегодня день, и я могу заявить с твоей точки зрения, что задержка военной операции никаким образом не связана с визитом Байдена, а связана она с тем, что израильская армия лихорадочно, напряженно, она каждую минуту тратит на то, чтобы подготовить войска к этой наземной операции. Учение проводится в некоторых частях по 18 часов. Разрабатываются оперативные планы, доводится до ума оснащение всем необходимым личного состава и так далее. Кстати, с оснащением тут было много спекуляций над темой, давайте расставим точки над их. Значит, войска первой линии всем укомплектованы от А до Е. Войска второй линии доукомплектовываются сейчас всем необходимым. И тут было несколько казусов трагических, когда по тем или иным причинам, не получив должное обмундирование и попытавшись заменить его обмундированием не по штатному расписанию, складывалась ситуация, что было несколько случаев, когда из-за неформата в обмундировании открывался дружественная война и были потери. Один был случай, когда у военнослужащего был черного цвета пояс, а не зеленый стандартный израильский, его приняли за террориста. По счастливой случайности он не был убит, ограничилось ранением. И был случай, когда ночью было прохладно, военнослужащий одел куртку, которая была черного цвета, и кому-то тоже показалось, что речь сюда террористы тоже был открыт огонь, но там обошлось без жертв. Вот такие, казалось бы, казусы, и армия сейчас очень строго следит за тем, чтобы комплект обмундирования и амуниции был именно по штатному расписанию. И я знаю, что многие люди из самых добрых побуждений пытаются приобретать различные виды амуниции и передавать солдатам. Я знаю лично таких людей, которые пытались это делать, но вот сейчас в этом нет необходимости. Идет доукомплектация, идет лихорадочная работа отделов логистики, и это касается также и вопроса удовольствия, связанного там с питанием. Тут такой тоже вот момент очень интересный. И вот я знаю, что там есть, скажем, подразделения, которые, ну, скажем так, под особым грифом секретности. То есть непонятно, ну, их вроде бы как нет, да? То есть они где-то дислоцируются. И, как вы понимаете, в непосредственной близости от сектора газа происходит. И они на сухих пайках. А подразделения, которые менее секречены, и тут куда, к их, как бы, границам можно проехать, да? Огромное количество волонтеров туда приезжает, привозят там рестораны, посылают еду приготовленную, приходят волонтерские организации, жарят там им мясо на огне и так далее. И вот такой парадокс, что чем более важная служба и более высокий уровень, как бы, профессионализма воинского, тем хуже у них, собственно, с питанием, потому что они вот едят, суки, и пойти в непосредственной близости. И вдыхают аромат от мангалов, которые доносятся до них. Да. Ну, вы знаете, по сравнению с тем, что наш народ пережил за последние полторы недели, и, мне кажется, мы с этим тоже как-то справимся. Вот. И настроение в армии очень боевое, и желание поквитаться с террористами очень высоко, и никаких сомнений в победе, то есть там нету такого, ну вот, может, победим, может, не победим. То есть все от генерала до повара и от, не знаю, там, от подразделения разведки до водителей, грузобиков, все уверены в абсолютной победе, понимают, что это нелегкая прогулка предстоит, однако настроение у ребят очень боевое, у ребят утечат. Кстати, между прочим, впервые с 48-го года в широкобасштабном военном конфликте так обильно представлены девушки наши, израильские, и выполняют они боевую задачу на отлично, на отлично, и проявили себя многократно, геройски абсолютно. И вы знаете, мне вот ребята рассказывают, что с девчонками рядом лучше служатся, мотивации больше. Так что все вот эти наши поборники за, так сказать, чистоту армии от разврата, наши все эти религиозные деятели великие, пусть попридержат язык. Да, служат им действительно хорошо. Григорий, давай вернемся все-таки к тому, что сейчас предстоит сделать армии. Ты говоришь, вот победа, все верят в победу, но мы уже сегодня в нашей студии тоже обсуждали, а что называть победой и как она будет выглядеть. Победа это там, как там, флаг над Рейхстагом, да, а вот где тут будет та самая победа? Ну все очень просто на самом деле. Вот то, что произошло в прошлую субботу, это на людей напали демоны. И этих демонов нужно загнать назад в ад. Все очень просто. Каждый вооруженный мужчина в секторе Газа должен быть физически уничтожен. Но они оружие-то побросают, как бы, и что дальше? Значит, они должны сдаться в плен, а дальше уже наши военнослужащие будут думать, брать их в плен или нет, потому что они не бойцы армии, они террористы, они фашисты. И, в принципе, ну, кстати, между прочим, давайте так уж, если серьезно, в истории войны не было прецедента, чтобы регулярная армия воевала с таким многочисленным террористическим образованием. Потому что в Хамасе сейчас 50 тысяч штыков. Просто, чтобы было понятно нашим зрителям о возможностях этой организации. Кстати сказать, я беседовал сегодня с несколькими офицерами, которые принимали непосредственно участие в ликвидации прорыва террористов вот в ту Кровавую Субботу. Во-первых, судя по всему, вот эта цифра от 4 до 5 тысяч человек, она, скорее всего, вот и соответствует реальности. И полторы тысячи террористов, трупов найдены на территории Израиля с оружием в руках. Часть из которых, кстати, было... Секунду, то есть 4-5 тысяч человек – это количество террористов, которые вошли на территорию Израиля, прорвались? Которые участвовали в прорыве на территории Израиля. На двух десятках фрагментов фронта, примерно, да. Приблизительно было два десятка вот этих вот фрагментов прорыва. Полторы тысячи из них в качестве трупов было найдено израильскими войсками, спецназделениями. А где-то, соответственно, в районе 2-3 тысяч отошли с боями назад. Может быть, кого-то еще не нашли. А да, ну и, собственно, более сотни пленных. Давайте тоже не будем забывать об этом. Теперь, вот я беседовал там сегодня с компетентными людьми, и мне сказали, что такого уровня тактической подготовки они не встречали до этого ни у одного террористического образования. То есть это был уровень подготовки, ну, спецподразделения очень высокого класса. Карты, которые находили, и оперативные планы у убитых террористов, некоторые тела которых, кстати, были заминированы, они предполагали вторжение на территорию Израиля аж до Кириатгата с захватами Ашкелона и Кириатга. Просто было понятно, что ценой большой крови героизма наших дружин народного ополчения и вот этих спецподразделений, которые были первые, которые прибыли на поле боя, эти планы были сорваны. То есть что такое 4-5 тысяч человек? Какая-то полноценная бригада спецназа. Теперь. Кстати, по дороге у них там был, у них был аэродром, на котором базировались военные самолеты. То есть они до него не дошли совсем ничего. Они взяли город Нитивот, от Нитивота там, если не ошибаюсь, километров 15. Ну, Нитивот они не взяли в полном смысле. Ну, они были в этом, да, да. Там шли уличные бои, да. Там шли уличные бои с подразделениями полиции и с военными, которые там оказались. Теперь, значит, дальше поехали. Уровень экипировки и оснащения, в том числе и гаджетами, превышал все мыслимые и немыслимые уровни, которые были известны Израилю до сегодняшнего дня. При этом очень интересно. Вот, допустим, когда идет боец спецподразделения на операцию, у него есть определенные элементы оснащения, помимо оружия, боеприпасов, да. Ну, например, аптечка. Индивидуальная аптечка – это вот некая там базовая, базовый элемент оснащения. Ни у одного террориста не было аптечки, хотя они все были по стандартам экипированы. Все, что можно было занять боеприпасами, было занято боеприпасами и ручными гранатами. То есть каждый террорист имел на себе боеприпасов достаточно, чтобы двое суток без перерывных боевых действий. Просто люди, которые там, ну вот, понимают, о чем я говорю, они, ну, им понять вот этот текст, да. То есть у израильского солдата, ну, стандартного пехотинца, пять магазинов с собой, да. Вот, а здесь речь идет о том, что люди имели там много сотен патронов, каждый на себе. Вот, и нашим соответствующим службам предстоит разобраться, а кто стоит за вот этой подготовкой на самом деле. Это серьезный вопрос, потому что я думаю, что будет принято решение, что каждый, кто стоял за вот этой подготовкой, заплатит личную цену. Вот как после трагедии в Мюнкене в 1972 году, когда была операция Голдой Мэйры провозглашена к ней в Божий, даже тот человек, который заказывал такси, был впоследствии ликвидирован, так и здесь все, кто стояли за планированием этой операции, мы их найдем и убьем, чтобы у кого не было в этом никаких сомнений. Ну, кстати, исполнители вообще многие засветились на всевозможность на камерах, на видеорегистраторах, то есть это тоже пройдет. Они взяли с собой и журналистов, которые сотрудничали с ними, то есть в этот момент журналист перестает быть журналистом, как мы с вами понимаем, да? Да. Вот, части, с которой были, кстати, вооружены, один из таких журналистов уже встретился с Аллахом, наши ВВС ему в этом помогли, и, кстати, давайте поговорим теперь о наших ВВС. О том, что наших летчиков безосновательно обвинили в том, что они уничтожили больницу. Но если уже уничтожать больницу, то я бы не с этой больницы начал бы, не с Баптистской, да? А начал бы с той больницы, под которой главный штаб КамАЗ находится. Но у наших военных, у наших летчиков, нет такой вот привычки бомбить больницы. Поэтому лживая палестинская пропаганда, в которой традиционно нет ни одного слова правды, давайте называть вещи своими именами, поспешила в этот раз обвинить Израиль, и также поспешили, поторопились, вернее, обвинить Израиль, также поторопились все вот эти леворадикальные организации Европы, а оказалось, что сегодня было абсолютно 100% доказано израильской армии. Оказалось, что ракета, которую выпустил исламский джихад, просто начала распадаться на фрагменты, в результате чего часть топлива вылилась горящего на парковку, где действительно были десятки людей и автомобили, которые пострадали. Однако здание больницы стоит целое невредимое, и Израиль к этому не имеет никакого отношения. Ну, кстати, одно из государств, членов Совета Безопасности тут же потребовалось собрать Совет Безопасности ООН. Госпожа Захарова выступила с обвинительной речью вчера вечером, заявила, что это преступление, как бы и так далее, его надо срочно расследовать, так что все нормально. Ну, знаете, когда Захарова выступает с речью вечером, я бы даже не рассматривал это как речь. Лучше дождаться, когда она выступит с речью. Вот это будет более достоверно. То есть когда претрезвеет. Да. Так вот, ну пусть это, так сказать, государство, но оно же у нас ум, честь и совесть нашей эпохи, оплот гуманизма, так сказать, и миролюбивые политики по отношению к соседям, это же всем известно. Вот. Ну, теперь есть еще один нюанс, который я бы хотел отметить здесь. Дело в том, что на тактическо-кооперативном уровне идет очень серьезная разработка первой истории войн, подземной войны, то есть широкомасштабной подземной операции. И вот эти вот подразделения израильские, название которых я не хочу произносить вслух, сейчас в эфире, они отрабатывают тактические приемы введения боевых действий под землей и применяются будут определенные технические новинки, которые станут сюрпризом для наших оппонентов и, в общем, приятным сюрпризом для наших израильских граждан. Так что нас впереди ждет много интересного, и вот эти все стоны и крики, что тысячи израильских бойцов поляжет, так сказать, на неравном бою с героями Хамаса, все это, скажем так, несколько преувеличено. Мы прекрасно понимаем, что будут потери, мы прекрасно понимаем, что будет кровь, однако мы готовы отомстить за наших погибших гражданских и уничтожить Хамас в прямом физическом смысле этого слова. А те люди из его руководства, которые находятся за рубежом, и они будут найдены и уничтожены. Спасибо. Спасибо, Григорий Тамар, офицер израильской армии, военный историк. Писатель-журналист. Подписывайтесь на канал Григория Тамара в Ютубе, там очень интересно. Наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего.